здравствуйте самые лучшие зрители меня зовут полина сегодня отдыхаем от больших проектов шьем миленькую милоту из маленьких кусочков ткани такую прелесть можно легко сделать вместе с детьми это будет прекрасным сувениром или елочной игрушкой для одной птички понадобится 3 квадрата 10 на 10 сантиметров и 3 квадрата 5 на 5 сантиметров цвет и количество вы видите на экране я не могла определиться что именно мне больше нравится поэтому шью сразу три варианта начнем работу с цветных квадратов нарисуем диагональ сложим два больших цветных квадратов вместе лицом к лицу заколем их булавочками проложим строчку на ширину лапки по обе стороны от диагонали старайтесь нитки лишний раз не обрывать прошили одну сторону потом на этой же детали другую затем переходим к следующей заготовки когда мы шили иголка все равно немного деформировала ткани заготовки надо проутюжить дальше показываю небольшие хитрости которые очень сильно упрощают работу первым делом отрезаем торчащие уголочки ткани в начале швов потом разрезаем детали по нарисованной линии диагонали дальше заготовки раскрываем укладываем их светлой частью вниз темную отгибаем наверх и получается что все припуски на швы заглажены на сторону темной ткани это самые простые основные приемы и ваше изделие будет выглядеть красиво и аккуратно заготовки обязательно проутюживаем с паром на маленьких черных квадратах рисуем диагональ а теперь берем наши заготовки разворачиваем их зеркально и к верхнему углу прикалываем черный маленький квадрат и пришиваем его к большой детали закрепки делаем обязательно все строчки должны быть крепкими мелкими шьем гирляндой экономим нитки время деньги и нервы сами понимаете что когда мы шьем такие маленькие детали мы развиваем мелкую моторику почему это важно в головном мозге центр которые отвечают за работу пальчиков рук находится рядом с речевым центром работаем руками автоматически именно в этом участке мозга усиливается кровообращение маленькие дети начинают лучше говорить а большие взрослые лучше соображать хотя как говорила моя бабушка самое лучшее упражнение для рук это пересчитывание денег снимает боль в суставах нормализует давление полностью убирает зубную и головную боль улучшает зрение аппетит гардероб внешний вид и жилищные условия детали на гирлянды разъединяем и отрезаем черный уголок лишнюю ткань разворачиваем и проутюживаем заготовки две детали складываем лицом к лицу маленький серый квадратик складываем пополам намечаем середину потом оба угла подгибаем к среднему сгибу и складываем клювик его помещаем между большими деталями и закалываем булавочкой остается только прошить на швейной машинке строчку прокладываем сначала по серой детали спинки потом по черной немного закругляем прошиваем клювик а на цветной большой детали делаем большое плавное закругление когда все прошито убираем лишнюю ткань и по округлым срезом делаем небольшие надсечки чтобы все хорошо и чисто вывернулось выворачиваем и расправляем детали я все так долго и подробно объясняю шить это получится гораздо быстрее но вот эти мелочи очень важны этот мастер-класс я увидела формате тиктока очень короткое видео ускоренное вроде бы все понятно автор руками помахал и готова стала делать как бы не так и скорость того видео невозможно замедлить а теперь швейную машинку можно убирать осталось только сделать хвостик черный квадратик складываем по диагонали фиксируем эти складки потом две стороны подгибаем внутрь а углы верхних складок притягиваем к центру для этого мысленно разделите это пространство на три части и складывайте потом также притягиваем и углы нижних складок и еще немного прижимаем притягиваем стороны получается что очень много слоев ткани этот хвостик лучше сразу прошить иголкой с ниткой а теперь возьмем нашу заготовку птички и пришьем хвостик иголкой с ниткой хвостик располагаем складочками вниз для этого можно взять наперсток набьем наших птичек холофайбером или обрезками синтепона остается только зашить получившееся отверстие зашивать будем хитрым способом сначала подогнем внутрь открытые срезы ткани потом соединим вместе середины боковых сторон хорошенько стянем и закрепим это место потом заправим внутрь кончик хвостика расправим складочки и сошьем вместе переднюю и заднюю часть сами видите автоматически сформировалась складочка похожие на крылышки птички наши почти готовы можно пришить им глазки в закромах родины нашелся бисер как шить во-первых возьмем специальную иглу для работы с бисером она очень тонко во вторых закрепили одну бисерину проткнули деталь головы с другой стороны подхватили другую бисеринку и увели также иголку обратно можно немного стянуть нить так сформируем глазные впадины когда все хорошо закрепили иголку уводим затылок немного натягиваем нитку и обрезаем конец нитки спрячется внутри и ничего не будет заметно вот и готовы очень миленькие птички две синички и снегирь к ним можно сделать петельки из ниток и получатся замечательные елочные игрушки очень милые и симпатичные делать их легко и просто а если вы сделаете вместе с детьми то они наверняка на всю жизнь запомнят эти минуты совместного творчества девочки милые мои вы же понимаете что я даю вам идею шейте творите уверена что у вас все получится гораздо лучше красивее и интереснее чем у меня именно поэтому приглашаю всех в свои группы в одноклассниках вконтакте и на дзен там вы можете выложить фотографии своих работ спросить совета обменяться опытом работы все ссылки вы найдете в описании под видео кто еще не подписан на канал обязательно подпишитесь ставьте класс пишите комментарии с вами была полина всем пока пока и до скорых встреч